Привет, друзья! И сегодня в блоге я начинаю свой влог о медицинской помощи. И мы будем сегодня говорить о том, с чего мы начинаем нашу медицинскую помощь. Итак, утром на канале я создал опрос. Была ситуационная задача. Вы вышли в магазин, и на той стороне дороги вы увидели человека, который лежит в неестественной позе, и ваши действия. И, честно говоря, я надеялся, что больше людей ответит правильно. А в первую очередь мы не паникуем. Мы трезво оцениваем ситуацию, посмотрели по сторонам, ничего ли нам не угрожает, ничего ли не угрожает пострадавшему, и только тогда мы направляемся в его сторону. То есть первое – это безопасность. Наша личная безопасность, безопасность места и безопасность пострадавшего. То есть правильный ответ в тесте – это оценить безопасность. Только после этого мы приступаем к действиям. Люди, которые ответили «вызов скорой помощи». Это правильный ответ, но не в правильной последовательности. То есть, во-первых, мы не знаем, насколько человек нуждается в этой помощи. Может, он лежит там, отдыхает, просто лег поспать. Повторюсь, мы начинаем с оценки безопасности. Ну, угрожать нам может. Пострадавший может находиться под воздействием электричества. Гореть в огне. Ну и вам могут помешать плохие парни, которые в такое состояние его... Два пострадавших – это всегда хуже, чем один пострадавший. И пока не будет проверена и устранена опасность для нас и пострадавшего, мы ни в коем случае не приступаем к оказанию первой помощи. Кто-то ответил «достать телефон и начать снимать», но это неправильный ответ. О, кому-то плохо. Да плевать, что я могу сделать. И для тех, кто ответил «пройти мимо», я хочу напомнить. Статья 136 Уголовного кодекса говорит о неоказании помощи лицу, находящемуся в опасности для жизни состояния. И это не для докторов либо медиков. Это абсолютно для всех. Вы себя таким образом нарожаете на небеспеку, будто покаранным законом. В оказании первой помощи очень важна последовательность. с правильной последовательностью всех действий. Но об этом я расскажу в следующий раз.